Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу традиционную телепередачу «Наше мнение». Я, ведущий этой передачи, являюсь помощником или политическим советником председателя ЛДПР Владимира Вольща Жириновского. Фамилия моя Васецкий, зовут Николай Александрович, доктор исторических наук, профессор социологического факультета МГУ. Мы с вами уже провели серию передач в прошлом месяце, получили разные ответы от вас. В основном позитивные. Нам люди желают доброго здоровья и продолжения общения с ними. По крайней мере, это интересно. И в этих передачах я поставил главный, если так можно сказать, феномен, или феномен, как правильно будет, нашего телевизионного общения. Мы не столько накручиваем события, мы не столько бросаемся фактами, их более чем достаточно в любой другой телепередаче, сколько собираемся эти факты и события обобщать, осмысливать и делать, как говорит Владимир Вольщич, определенные выводы. Так вот, я бы хотел посоветоваться с вами и до того, как выйти в эфир, получил некоторые соображения. Мы хотим сегодня сделать небольшой такой цикл о положении православного мира. Вот что происходит сегодня в православном мире, какие происходят тенденции, события, явления, и сделать однозначные или не совсем однозначные попытки высказать собственную точку зрения по поводу того, что сегодня происходит. И конкретно вот таким, если можно сказать, камертоном, который подвиг нас на эту передачу и на эти передачи, явились так называемые церковные события в Екатеринбурге. Если вы знаете, наверняка знаете по поводу строительства нового храма святой Екатерины или не святой, там уж трудно сказать, потом разберутся. Вот, но я бы сказал, что таких информационных поводов, помимо Екатеринбурга, десятки. Вспомните, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, кстати, так и не закончилось еще это явление передачи этого собора православной церкви. Ну, я вот, например, живу в Москве на улице Большой Андроневской, и эта улица упирается в Андроников монастырь, где, в общем-то, в свое время работал великий наш живописец, который создал знаменитую троицу Андрей Рублев. Вот, стоит там памятничек небольшой ему. Ну, в ужасающем состоянии находится все, что там в этом Андрониковом монастыре. И постройки, и храм ободраны, до неузнаваемости все это перекручено, переверчено. Все почему? Потому что находится на дотации федеральных органов. Там музей. Музей Андрея Рублев. Что эти музейщики делают, я не знаю, но находится эта вся церковная, если так можно сказать, атрибутика в ужасном состоянии. Ну, недавно, вот, недели две или три назад, святейший патриарх Кирилл обратился с просьбой к федералам передать музей Рублева на баланс православной церкви. Кстати, все, что передается церкви, мгновенно, каким-то, так сказать, ясновидящим оком, или я уже не знаю как, превращается в нормальное состояние. Проходит год, два, три, и все приобретает отличные очертания. Вот так, наверное, и с этим Екатеринбургским синдромом. Мне кажется, что вот наши некоторые руководители нашей партии выступали с такими моментами, что сегодня нам не до строительства церковных храмов, не переочередная задача эта, что не хватает школ, что маловато там, так сказать, вот места для прогулок екатеринбургцам. Вот, ну, мне кажется, что дело не в этом, коллеги. Дело не в этом. И если так внимательно почитать вот аналитику со стороны Запада, то там быстро разгадали все эти моменты. И я вот буквально взял одну выдержку, прочту, а там вы делаете выводы сами, уважаемые. Значит, вот из Филадельфии сообщают, я это взял по газете «Завтра». Называют, значит, успешной репетицией сетевого Евромайдана под внешним управлением, в ходе которой инциденты в субъектах Федерации должны задействовать все потенциально конфликтные зоны в российском обществе, основанные прежде всего на активизации социального неравенства через этнические и другие вопросы. Вы знаете, меня еще что здесь в этой вот екатеринбургской, так сказать, ситуации смущает? Как только вот в православном мире, вообще в религиозной экумении, которая состоит из нескольких не только православного, но и католического, протестантского, мусульманского, буддистского миров, как только начинается какая-то определенная подвижка в сторону, так сказать, сотрудничества, в сторону, я не говорю, объединения, этого быть не может, и экуменизм противопоказан православию по определению, как только начинаются определенные попытки сдвинуть с мертвой точки проблему разногласий, я имею в виду прежде всего трехлетней давности встречу святейшего патриарха московского Кирилла с папой римским Франциском, произошедшую, так сказать, в Гаване, вот, по предложению гаванского руководства. Так сразу же начинается вот такая, ну, если так можно сказать, череда дезавуации этих встреч, тех решений, которые там были приняты, попыток навести и продолжить эти мосты и дальше. А ведь встреча-то в Гаване была вызвана чрезвычайной ситуацией, которая происходит в мире с мировым христианством. Я имею в виду положение христиан на Ближнем Востоке. Вы знаете, полтора миллиона в Сирии христиан проживает, в Ираке миллион с лишним, в Ливане около 300 тысяч, в Египте 15 миллионов христиан, так сказать. Ну, если мы бросим на произвол судьбы всю эту человеческую, если так можно сказать, генерацию, то что тогда скажет о нас Господь Бог? Действительно мы ли являемся, так сказать, той самой православной здравницей, о которой писали до нас и сегодня пишут все святые мира? Я думаю, вряд ли. Поэтому мы, когда пошли в Сирию, мы остановили антихристианский геноцид. И в этом отношении нас поддержал Папа Франциск, римский Папа. Понимаете, какая штука? Вот какие вещи происходят. То же самое вот в этом самом Екатеринбурге. Но дело же не в том, что там какой-то даме с собачкой негде гулять, понимаете? Дело не в том, что нечего, если так можно сказать, больше говорить. 30 с лишним лет нам, значит, вот устраивали разговоры о том, что вот сожгли или убрали дом Ипатьева, расстреляли царскую семью, значит, превращали Николая II, так сказать, в великомученика. Для чего это делалось? Причем это делалось, так сказать, православными иерархами. Это делалось, так сказать, с какой-то определенной целью. Какой? Ну ведь ясно же дураку, простите меня за хамство, что никаким святым, никаким великомучеником Николай II никогда не был и быть не может по определению. Вы понимаете, какая штука? Ну правильно выбирайте акценты, уважаемые иерархи. Я вспоминаю, так сказать, то вот сидение на этих костях, когда полупьяный Ельцин, так сказать, в Исаакьевском соборе сидел рядом, посадили этого, значит, светоча русской демократии Лихачева, понимаешь ли, и устраивали опознание, соответствует генетика кости генетики царской или не соответствует. Слушайте, разве это дело православной церкви? Вот у вас что, других забот нет? Или вот, допустим, есть еще один, так сказать, товарищ, или я не знаю, как там, господин, зовут его Иларион, немножко, так сказать, меня режет слух Иларион, потому что я знаю другого Илариона, Илариона Киевского, XI век, который написал знаменитое слово о законе и благодати, являлся первым русским митрополитом, который, в общем-то, в истории русской православной церкви и сыграл громадную роль в развитии русского политического и социологического самосознания. А вот этот нынешний, значит, Иларион вдруг взялся рассуждать о роли Сталина, значит, в Великой Отечественной войне. Слушайте, это что, тоже дело церкви? Вы бы лучше, с моей точки зрения, посмотрели на другие позиции, на другие, так сказать, ценности, которые касаются и затрагивают церковь прямую. Вот я приведу конкретный пример, чтобы не ходить далеко, как говорится, за разговорами. Лет пять назад пришел я в Новоспасский монастырь, это тоже Москва, крестьянская застава. Что меня сразу удивило? Я вхожу, этот монастырь был создан, так сказать, кстати, боярами романовыми, будущими царями. Михаил в 613 году был собором избран на царский трон. Так вот, захожу и что? У меня прямо в глаза бросается. Памятник стоит. Кому? Сергею Александровичу. Это, значит, дядя Николая II. Простите, но я ведь знаю Сергея Александровича не только как жертву, значит, Карповича, который застрелил его в Кремле на Кремлевской площади, но я знаю его и как садомита, как человека, который, так сказать, не оправдал надежды Елизаветы Федоровны, этой сестры Александры Федоровны, жены Николая II. Слушайте, что церковь перестала, так сказать, осуждать садомский грех? Иду дальше по Новоспасскому монастырю. В сторонке там стоит небольшая часовинка. Вчитываюсь. Часовинка посвящена монахине Досифеи. Досифеи, друзья мои, церковные иерархи. Досифея – это та самая княжна Тараканова, которая претендовала на пост, так сказать, императрицы во времена Елизаветы Петровны. Это дочери, так сказать, Петра I, предшественницы Екатерины Великой. Ну ладно, иду по этому монастырю. Повезло. Наткнулся на, значит, главное лицо этого монастыря. Вот батюшку, который, так сказать, является, ну если так можно сказать, душеприказчиком этих всех, значит, там женщины бегают в этих сутанах, пускай бегают. Спрашиваю его, слушай, уважаемый, поговорили так в двух словах. Покажи мне место, где великий русский режиссер Сергей Бондарчук, так сказать, не этот сынок, так сказать, непонятное недоразумение, а вот тот великий наш Бондарчук, который снял фильм «Война и мир», так сказать, который сыграл знаменитую роль Пьера Безухова, который сыграл, так сказать, они сражались за родину, Шолохов был в восторге. Спрашиваю, покажи мне стену, где, так сказать, вот в фильме Пьера Безухова расстреливали вместе с этим Каратаевым. Вот я думаю, на этом я прервусь сейчас, а в следующей передаче я вам расскажу, вы будете, если не смеяться, то, ну, во всяком случае, очень и очень огорчены от той беседы, которую я вел с этим, так сказать, церковным иерархием. Немалый пост, центральный монастырь, один из ведущих монастырей, в центре столицы, в городе Москве. Благодарю вас за внимание, продолжим разговор в следующей передаче. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok